Всем привет! Меня зовут Даша, я преподаю алкогольные чернила в студии Миллиард. Сегодня мы вам покажем, как можно нарисовать вот такие цветы в технике алкогольных чернил. Для этого нам с вами понадобится синтетическая бумага, сами чернила, цвет и можно добавить какой-то металлик. Цвет у нас сегодня будет бургунди фирмы Крафт Инк, металлик фирмы Мартин Куница в цвете Голд. Дальше нам понадобится спирт изопропиловый и по желанию вы можете использовать стаканчики и пипетки. Сегодня мы это продемонстрируем, но это не обязательно. Также в роли кистей у нас будет выступать фен и мы будем направлять чернильное пятно. И чтобы не замараться, можно использовать перчатки, но это также по желанию. Для создания подобного рисунка нам понадобятся чернила в чистом виде, их мы будем добавлять прямо на бумагу. Заранее разведенный золотой в спирте, в стаканчике с пипеткой. И чистый спирт, за счет которого будут формироваться тонкие переходы на гранях листика, листочка. Итак, чернила мы добавляем непосредственно на бумагу нашу прекрасную. Взбалтываем всегда металлик перед тем, как добавить его на бумагу, потому что он быстро оседает. И немножко простого спирта добавляем еще выше, чтобы был чистый переход. И дальше мы будем работать с феном в технике плиссе, наклоняя немножко лист в сторону, которую нам хотелось бы, чтобы чернила наплывали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Не дожидаясь, пока наше пятно досохнет до конца, мы можем добавить спирт, чтобы добавить плавных переходов. И постепенно мы меняем угол наклона, чтобы у нас формировалась вот такая примерно форма цветочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И таким образом продолжаем мы это пятно с вами сужаем максимально, и доводим его до точки, из которого у нас растут лепестки таким же образом в направлении, которое мы с вами выбрали, когда начали формировать лепестки. Итак, минимальный этап у нас пройден, мы можем остановиться как на нем, как вот в этом примере, тогда у нас все лепестки будут строго в одну сторону, и нарисовать стебелек. Можно стебелек нарисовать такой экзотичный, можно сделать ровный. Вот здесь видно, что золота добавлялось больше, так что тут тоже все на ваше усмотрение. И по желанию можно добавить больше, можно меньше. Если вы хотите сделать более раскрытый цветок, то тогда стоит добавить такой же рисунок с другой стороны, чтобы они как бы лепестки дополняли друг друга, так вот если мы совместим эти две картинки, будет понятно. Сейчас мы с вами нарисуем стебелек для этого цветочка. Для этого можно взять золотые чернила и тоненькую кисточку. Можно чернила вылить себе отдельно немножко, или прямо со дна собрать, помешать хорошенечко, излишки вытереть о краи баночки, края баночки, и сформировать лепесток. Если у вас не получается одной линии провести сразу ровно, это тоже не беда. Вы можете сделать, как на этом примере, такой стебелек как бы с шишечками, это тоже очень выгодно и классно смотрится. Либо просто его сделать ровным, но добавляя объемы, где вам хотелось бы. То есть у основания цветка или ближе к концу. Так что тут тоже все не страшно. И можно исправить и доработать, чтобы получилось так, как вам хочется. И таким образом вы можете уводить стебелек как за пределы вашей бумаги, вашего полотна, или оставлять кончик видным. То есть все, что выгодно больше по композиции, чего вам захотелось на данный момент, любой вариант подойдет. Если вы захотите сделать свой цветок более развернутым, чтобы у него лепестки шли не в одном направлении, но в разных, так как картина получится более динамичной, для этого мы можем попробовать добавить лепестки еще, которые будут идти в другую сторону. Также мы сначала добавляем неразбавленный цвет прямо на бумагу. Какие-то уже существующие линии у нас сотрутся, но это ничего страшного. Так переходы будут еще плавнее и нежнее. Добавляем немножко разведенного золота, чтобы оно где-то проявлялось, чуть-чуть, дополняя стебелек золотой. И чистый спирт для более плавных переходов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...